Начнем про экзоскелеты. Слева как раз можно посмотреть, это самый первый экзоскелет, который был создан. Экзоскелеты создаются для многих вещей, как для ног, так и для рук. В основном это для помощи парализованным людям, для восстановления моторики, но есть и другие направления. Самыми сегодня перспективными и уже применяющимися экзоскелетами являются американские, израильские и в том числе российская компания. В данном случае это израильский экзоскелет Рекс. Существуют детские варианты экзоскелетов. Вообще их можно разделить на два различных типа. Замещающие и помогающие, скажем так. То есть первый экзоскелет, он просто позволяет человеку парализованному ходить. Второй тип экзоскелетов, он позволяет восстановить утраченную моторику. Это очень важно для спинальных травм, когда есть возможность восстановить нервные связи в позвоночнике и вернуть человеку возможность ходить. Существуют экзоскелеты игровые. Это, конечно же, не военный экзоскелет. Этот экзоскелет создается в рамках японо-американского соревнования, таких больших боевых роботов-экзоскелетов. Может быть, кто-то видел из вас. Буквально в начале этого года они собирали деньги на Kickstarter для того, чтобы запустить такой проект. И, конечно же, военное направление. Экзоскелеты для солдат, усиливающие. Пока такие технологии не применяются нигде. То есть это все опытные наработки. И экзоскелет HAL японский является самым передовым на сегодняшний день. Этой компании уже более 10 лет. Они разрабатывают полные экзоскелеты для всего тела, для рук, для ног. И на сегодняшний день они имеют самую большую клиническую базу работы с пациентами. И, соответственно, в основном все исследования, которые сейчас проходят с точки зрения, действительно ли экзоскелет помогает восстановить моторные функции, и они проходят непосредственно на экзоскелетах HAL. Хирургические роботы — очень молодое направление. Как было сказано, первые роботы помогали в 1985 году. По-настоящему они начали участвовать только в создании робота DaVinci. Этот робот позволяет проводить низкоинвазивные операции, то есть с минимальным вмешательством. А его один большой недостаток — то, что он очень дорогой, и у него очень дорогие расходники, поскольку компания, производящая его, является, по сути, монополистом на этом рынке. Но сейчас начинают появляться в том числе и в России проекты, и уже опробованные практически проекты, которые создают аналогичных роботов немножко попроще, но, тем не менее, уже технологию догоняют. Вживляемая электроника, бионические органы — сейчас наиболее активно развивающиеся направления среди всей медицинской робототехники. Как уже было сказано, имплантировались и бионические глаза. Уже давно, около 10 лет, имплантируется бионическое сердце, бионические легкие. То есть это те технологии, которые уже работают, они уже применяются. Пока что они стоят достаточно дорого и недоступны для всех, но, тем не менее, постоянно развиваются. Из того, что появится в этой отрасли в ближайшие несколько лет, — это поджелудочная железа, это почки, это печень. То есть это те самые органы, которые отвечают за правильное функционирование организма. Как вы думаете, что здесь делает горный козел? На самом деле, я не зря отметил, что протезы ног сегодня достигли своего предела с точки зрения повторения возможностей живой ноги. И сейчас работы в этом направлении идут уже в сторону создания узкоспециализированных протезов. Благодаря строению козлиного копыта люди создали протезы, которые позволяют карабкаться по скалам. Они неудобны для ходьбы, но зато для скалолазания они гораздо удобнее здоровой ноги человека. Те же самые протезы для бега. Они создаются, исходя из анатомии гепарда. Человек с такими протезами бегает гораздо быстрее здорового человека. Очень известная история с южноафриканским спортсменом, который представлен на картинке. Он участвовал в Олимпиаде на стометровке, пробежал ее быстрее всех, поставил новый мировой рекорд. И в итоге по результатам Олимпиады его дисквалифицировали, потому что посчитали, что он благодаря своим протезам превосходит возможности обычного атлета и не может соревноваться с обычными людьми. Протезы верхней конечности сейчас развиваются гораздо активнее и пока еще не достигли своего совершенства из-за того, что у рук человека более сложная кинематика, более сложная функциональность. С одной стороны, к протезам рук предъявляются меньшие требования с точки зрения материалов, с точки зрения надежности, но количество движений, количество сочленений, которые есть у человеческой руки и та ловкость, с которой она может работать, она пока не позволяет создать такой же протез. Мы запустили первые протезы уже в реализацию, в продажу, которые могут бесплатно получить любой желающий в любом регионе России. Основываясь на том, что наши ключевые пациенты — это дети, мы сразу пришли к пониманию, что каждый протез индивидуален. Ребенок сам выбирает дизайн, ребенок сам выбирает цвет, ребенок выбирает какие-то элементы кастомизации. Допустим, может написать свое имя на протезе, либо выгравировать на нем любимого персонажа. Это все позволяет создавать промышленную трехмерную печать и достаточно дешево. И ключевая особенность наших протезов в том, что он расширяет возможности ребенка. Каждый протез оснащен специальными насадками, которые расширяют их функциональность. У нас есть дети, которые занимаются в художественной школе, и мы для них делаем специальные протезы с палитрой встроенной. То есть они протезом держат палитру, второй рукой могут рисовать. Есть дети, которые любят готовить, и они в протез вщелкивают приборы для готовки и, соответственно, помогают себе в этом деле. И самое главное — это элемент дизайна, элемент игры. В основном дизайн выбирается исходя из тех мультиков, тех супергероев, тех комиксов, фильмов, которые нравятся ребенку. Это мотивирует его более внимательно относиться к своему протезу и как-то гордиться им. Ребенок чем больше тренируется, тем больше учится использовать свой протез. И самые первые наши дети, которые уже больше года используют наши протезы, они могут сшить, они могут есть суп, держать ручку-карандаш и так далее. То есть это все возможно при условии постоянных-постоянных тренировок. Весь процесс протезирования и процесс тренировок должен выражаться в игровой форме. Основная проблема даже во взрослом протезировании сейчас для функциональных протезов в том, что человеку отдают функциональный протез и забывают про него. Мы же подход изменили в корне. Каждый наш стяговый протез оснащен датчиками телеметрии, которые позволяют нам считывать, насколько часто ребенок занимается. И самое главное, эта информация попадает к ребенку в специально разработанную для него игру. То есть это может быть игра на телефоне, на планшете. Мы сейчас ведем разработку как раз новых игр, которые будут больше вовлекать ребенка в процесс тренировки. Самое главное, чтобы ребенок видел результат. Для взрослых мы изменяем немножко подход и с точки зрения реабилитации. Мы не просто отдаем человеку протез. До этапа протезирования человек занимается в виртуальной среде, где он взаимодействует с виртуальными объектами. И для того, чтобы более тонко распознавать и предсказывать жесты человека, необходимо обучить систему понимать, что хочет сделать человек. Самое важное в функциональном протезировании — это интуитивное управление. Если создавать протез наподобие американского сверхфункционального, но очень сложного протеза с точки зрения управления, им никто не будет пользоваться. Как правило, эти протезы, они впоследствии аккуратно лежат на полочке и одеваются по праздникам, показать друзьям. А в последней жизни используются более простые биоэлектрические протезы с одной функцией хвата, по сути. Здесь важная задача — научить человека быстро и очень удобно, интуитивно пользоваться этим протезом. В этом направлении мы сейчас разрабатываем систему не только предсказания жестов, но и распознавания предметов, которые протез хочет взять. То есть наша задача — добиться того, чтобы, когда человек протягивает протез, чтобы что-то взять, ему не нужно было смотреть на этот предмет. Протез должен сам видеть, что он хочет взять, подстраиваться в этот предмет и, соответственно, выполнять схват. И опять же, с точки зрения расширения возможностей протеза, существует уже сейчас, и в будущем это направление будет наиболее активно развиваться, это кастомизация протезов с точки зрения функциональности. То есть создание узкозаточенного, узкоспециализированного рабочего протеза для более сложных операций. Два примера, которые я привожу здесь, — это протез для татуировок и протез барабанщика. Сейчас, основываясь на тех технологиях, которые применяются во всем мире, можно заменить порядка 60% человеческого тела. Это и протезы, и искусственные легкие, искусственные органы, это и искусственная кровь, сосуды. Даже скелет и позвоночник уже, в принципе, тестируются, и их создание возможно.